Грязные дела путинского тестя Отец Алины Кабаевой связан с захватом активов швейцарской компании в России Сейчас как раз это и есть такое взаимодействие между властью и народом Как украсть многомиллионный бизнес под предлогом санкций? Смотрите прямо сейчас Бывшую гимнастку, а ныне депутата Государственной Думы Алину Кабаеву называют предполагаемой матерью детей Владимира Путина История отношений этой пары покрыта грифом секретности Но все же дела семейные, когда речь идет о государственных деньгах, не могут долго находиться в тайне Сначала огласке было предано многомиллионное имущество бывшей спортсменке Суммарно Кабаева владеет недвижимостью на сумму более чем миллиард рублей На Кабаеву и ее родственников оформлены 6 квартир, 2 дома и 70 соток земли в 4 регионах С началом полномасштабной и агрессивной фазы войны Путина против Украины Кабаеву внесли в санкционный список с четкой формулировкой, приближенной к российскому диктатору Персона Уолл-стрит-джорнал со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что власти США считают 39-летнюю Кабаеву, в действительности ей 38, подругой российского президента, от которого она родила по крайней мере троих детей И подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей И пока глава условной семьи безуспешно пытается захватить чужие государства, его тесть успешно освоился в роли захватчика чужих денег и компаний С началом вторжения мировые компании начали спешно сворачивать свой бизнес в России, чтобы не снабжать налогами кровавый режим Среди таких швейцарский строительный гигант Холси Об уходе с российского рынка там заявили еще в марте Но с того момента начались странные процессы, фактически кражи активов компании И в этом прямо замешан отец любовницы Владимира Путина Марат Кабаев является президентом Международной ассоциации исламского бизнеса Журналисты издания агентства установили, что контактный телефон одного из связанных с Кабаевым фонда совпадает с номером консалтинговой компании RBC Это важная деталь, ведь именно юристы этой конторы прямо причастны к рейдерскому захвату активов швейцарской компании После заявления гиганта об уходе с России в медиа появились сообщения о новом владельце цементного актива К примеру, вот эта новость сайта Forbes Россия сегодня почему-то удалена Дело в том, что новый владелец является не инвестором, а подставной особой сперми Вот фотография миллиардера с немного иного ракурса Именно он старанием черных юристов стал владельцем швейцарского гиганта, правда на бумаге Провозгласивший себя владельцем российских активов цементного гиганта Holsim, который ушел из России Евгений Костюкевич Выступает в этой истории не как реальный человек, а как персонаж, созданный с помощью технологии DeepFake Как выяснил проект, злоумышленники выдали личность этого человека за бизнесмена и обладателя состояния в 2 миллиарда долларов Чтобы попытаться перерегистрировать на себя российский бизнес Holsim Фактическая кража цементного гиганта прямо указывает на причастность окружения вице-премьера Марата Хуснулина В этом деле с сообщником выступил специалист по цементу Игорь Харченко, который выводит нас на тесте Путина Марата Кабаева Игорь Харченко, который выводит нас на тесте Путина Марата Кабаева